Ну и теперь об иранской ядерной программе. До сих пор ее цель не всем понятна, а исключительно мирный характер не вполне очевиден. Поэтому продолжаются трудные переговоры Тегерана с шестеркой международных посредников. Тем временем духовный лидер страны Али Хаминеи заявил, что у иранской ядерной промышленности требуется как минимум 190 тысяч центрифуг для полноценного обогащения урана, хотя американцы настаивают на цифре 10 тысяч. Первое интервью нашему телеканалу дал новый посол Ирана в России Мехди Санаи. Здравствуйте, господин посол. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Известно, что вы прекрасный специалист по России. Вы организовали в Тегеранском государственном университете кафедру изучения нашей страны. И хотелось бы спросить, какие задачи перед собой вы ставите как глава дипмиссии, как новый глава дипмиссии, и каким вы видите развитие отношений между Россией и Ираном в ближайшее время? У меня была еще одна миссия, еще одна командировка в России. Тогда мы постарались представить Ирану в России, современный Иран, и дать реальное представление из нынешнего Ирана. И в Иране тоже есть недостатки информации о современной России. И чтобы восстанавливать хорошие отношения, первый шаг – это чтобы узнать друг друга хорошо. Я думаю, что нам надо в этом плане поднимать много шагов со стороны Ирана и со стороны России. И поэтому там мы открыли и государственный институт по изучению России и Евразии, и тоже в Тегеранском государственном университете открыли кафедру. Я могу сказать, что на высшем уровне, на уровне государства, в Иране есть большое намерение сотрудничать с Россией. И в России тоже мы увидим. И я тогда чувствовал это, и сейчас увижу, что есть большое намерение. Например, у обеих президентов есть очень серьезное намерение расширить наши отношения. Я считаю, что взаимоотношения Ирана и Россия оригинальны, и здесь большой потенциал. И в перспективе тоже очень хорошие, и очень надежные. В разных планах я могу перечислить здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и сотрудничество по атомной программе. И покупка товаров и в банковской сфере. Поэтому большие сферы и большие аспекты для сотрудничества с Ираной и Россией. У нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Я могу сказать, что наша большая задача поднимать обмен товаров и поднимать уровни экономических отношений между Ираной и Россией. У нас древняя общая культура, общая история, общее сотрудничество. И господин Путин отметил, что начался новый этап взаимоотношений Ирана и Россия. И господин Рохани тоже, наш президент, недавно на свое интервью на телевидении Ирана тоже сказал, что мы скоро наблюдаем подъем отношений, экономические сотрудничества между Ираной и Россией. Но поэтому наша большая задача, во-первых, укреплить разные сферы наших взаимоотношений, во-вторых, поднимать объем экономических сотрудничества и объем обмен товаров. После встречи двух президентов, двух президентов в Бишкеке в сентябре прошлого года, есть серьезные намерения в двух сторон, и в России, и в Иране, после того, что появилось, можно сказать, хорошее взаимопонимание между двумя президентами, расширить взаимоотношения Ирана и Россия в разных сферах. К сожалению, можно сказать, после санкций, которые Соединенные Штаты Америки, в частности, тоже Совет Безопасности ввели против Ирана, наши экономические взаимоотношения падали. Но у нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Скажите, а каким вы видите развитие наиболее интенсивной отрасли между нашими странами в атомной энергетике? Хорошие и большие перспективы есть. У нас есть почти уже приблизительная договоренность по строительству второй станции, Бушегра, наши организации по атомной энергии, Россия имеет Росатом, и наша организация по атомной энергии ведут переговоры сейчас. Я думаю, что уже скоро они окончательно договорятся и будут подписывать договор тоже. Но атомный аспект – это не только единый аспект, над которым мы работаем. По железной дороге у нас хорошие переговоры сейчас идут, и хорошие договоренности есть. По электрификации железной дороги Ирана есть проект Инчабрун и Гармсар, есть другой проект Рашт Астара, есть еще другой проект трехсторонний между Ираном, Россией и Азербайджаном, возобновить железную дорогу, которая существовала во время Советского Союза. Это может очень сильно влиять на и расширение, и подъем взаимоотношений Ирана и Россия, и на плане транзита в регионы соединяет Иран с Азербайджаном, а через Азербайджан с Россией. По разной области промышленности тоже сейчас идут переговоры. Мы недавно даже, это не только экспорт из России в Иран, мы наблюдаем и промышленный экспорт из Ирана в Россию тоже. Мы на прошлой неделе как раз в Тегране участвовали на церемонии отправки первой части автомобилей, которые отправятся, экспортируются в Россию. Вы знаете, что в Иране сейчас производятся хорошие автомобили. Иран-Ходроу. Иран-Ходроу, да, для среднего класса, которые стоят не очень дорого. Пока сто, можно сказать, отправили они, но договоренность 10 тысяч в течение 2014-2015 года. В 2015 году. Но это не только Иран-Ходроу. И подписали контракт с Айпад тоже, со своим русским партнером. Поэтому есть большие перспективы по промышленности. И по лекарствам тоже сейчас очень хорошо принимаются некоторые виды иранских лекарств. И здесь импортируются в Россию. В плане экспорта тоже много что есть в России и по промышленности, и по зерну. Но есть большая потребность в Иране. Поэтому я думаю, что тот сейчас объем взаимоотношений, который мы имеем сейчас, даже тот максимальный 4 миллиарда, который мы имели в 2011 году, это совсем не соответствует и нашей потребности, и нашей потенциали, который есть. В эти дни проходят переговоры «шестерки» по ядерной программе Ирана. Как вы оцениваете эти переговоры? Надеемся, что до 20 июля получится какой-то результат. Иран полностью готов решить все вопросы и полностью готов подписать соглашение. Я думаю, что на этот раз уже большая ответственность на «шестерки». Те санкции, которые были, есть с самого начала, они были несправедливыми. Знаете, Иран во своей атомной программе всегда был очень ясно и понятно. Иран читает, что имеет право на невоенную атомную программу. Это для Ирана красная линия, имеет такое право. И это соответствует со всеми международными порядками и международными законами. Но с другой стороны, Иран... Значит, Иран не будет инагрировать свои права. Ни в каком случае. Но если есть какие-то непонятные, недопонятия, Иран всегда был готов показать, что атомная программа Ирана не военная и мирная. Даже мы читаем, что те сотрудничества, которые Иран имел с МАГАТИ, это история МАГАТИ уникальная. Я думаю, что никакая сторона, насколько обширно, не сотрудничала с МАГАТИ. Сейчас идут приговоры, снимаются санкции, конечно, из Ирана. И это как раз справедливая линия, которая должна расширяться. И уже мы надеемся, что все санкции снимаются скоро и стабилизируются ситуации в этом плане. В соседнем Ираке боевики группировки исламского государства Ирака и Леванта фактически ведут религиозную войну. Уже погибли сотни мирных жителей. И что намерен делать Иран в этой ситуации? Может ли он скооперироваться с Соединенными Штатами для решения этой проблемы? Те политики, которые провели чужие страны в нашем регионе, это было неправильно. Вот мы увидим результат. Через 15 лет, через 10 лет это показывает, что они были небриллиантные политики, то, что ввели под флагом распространения демократии и так далее в нашем регионе. Но здесь, во-вторых, большие ответственные на всех нас. Я думаю, что сейчас мы здесь увидим два момента. Первый, мы должны объединить всех сил против терроризма. Терроризм не имеет хорошим и плохим видом. Терроризм – это терроризм. То, что в Сирии, или то, что боевики, которые в Сирии воюют уже несколько лет, и то, что в Ираке, и то, что в Афганистане. Я думаю, что немедленно все должны объединить всех сил и бороться с терроризмом. Но у Ирана такая политика, что не вмешивается в дела Ирака. Мы думаем, что в Ираке есть легитимное правительство, которое недавно как раз избирали. Поэтому все должны поддержать Ирак. Ирак – это сам народ Ирака, это само правительство Ирака, легитимное правительство, которое сейчас на власти в Ираке. Они должны решать, но все должны поддерживать, конечно, и морально, и материально, чтобы иракское правительство могло выйти из такой ситуации и принести покойный мир в стране. Спасибо, господин посол, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо и зрителям, которые выделяли внимание.